Девчонки, привет! Я сразу прошу прощения за газонокосилки, но, к сожалению, это будет целый день. Еще сейчас дождь начинается, и поэтому я не уверена, что я смогу в какое-то другое время вам переснять видео. Поэтому давайте смотреть. У меня сейчас шесть колец, таких трендовых, интересных. Они есть в разных цветах металла и одни серьги. Чаще всего сережки приходят вот в таких коробках. Иногда бывают кольца. Также приходят вот в таких коробочках. Это очень приятно, потому что не ломается в коробочке, потом в пленочку завернуты и в пакетики. И украшение не ломается, это очень удобно. Давайте будем смотреть первое украшение. Оно очень классное, мне нравится, вообще потрясающе. Цена его 150 рублей. Это кольцо под желтое золото, но есть кольца под белое и под розовый металл. Видите, совершенно такая простая форма, трендовая, модная, без всяких вензельков, без всего. Оно удобное, оно не цепляет пальчик. Хорошая шинка, гладкая, размер совпадает. У меня, например, на 16,5 я беру шестерку. Если на 17, так, на 17, нет, семерку берите. 17,5 тоже семерка, потому что вот семерка, она всегда свободнее, чем 17. Она где-то на 17,5 идет, а восьмерка там на 18,5. В общем, размерный ряд совпадает. Сразу колечко классное, 150 рублей, 147, по-моему. И вообще оно мне очень нравится. Я, наверное, закажу себе в мелом металле и с каким-нибудь другим сочетанием. Оно будет вообще великолепно смотреться. Вообще интересное кольцо, смотрите какое. И ничего не мешает, не цепляет и очень красиво сверкает. Камень, скорее всего, какая-нибудь стекляшка, но она прямо-прямо вообще сверкает, как бриллиант. Сейчас нет солнца, поэтому вам не показать этого, но поверьте мне на слово. Очень красивое кольцо, закажу себе еще в другом цвете, так как недорогое. Опять же, все украшения нержавеющая сталь с ПВД-покрытием, то, которое долго-долго не сходит. Пока, насколько долго, не знаю, буду вам рассказывать позже. В течение двух месяцев точно не уходит вообще. Если моете руки, пользуйтесь любыми чистящими средствами, неважно, не обращайте на это внимание. Как говорят, если это будет белый металл, то вообще ничего не меняется цвет. А покрытие, конечно, потихонечку уходит, но насколько потихонечку, пока еще не знаю. Видите глубину камня, видите? Я вам хочу сравнить это кольцо и сразу другое кольцо. Вот есть такой магазин Эльсэмод. У них, вот видите, кольца менее 100 рублей. Вообще украшения довольно такие более-менее побюджетнее, что ли, я не знаю, как сказать. А да, нет, кстати, там есть и браслеты я брала за 300 с лишним рублей. В общем, не очень. Но Эльсэмод магазин мне не понравился. Топорное украшение. Вот насколько вот это кольцо сделано, да, так приятно. Настолько вот это сделано топорно. Вроде бы все похоже. Камушек здесь побольше. Но вот это сделано, давайте буду показывать так, на кота, на хвост буду отзывать украшение, которое я уже показывала. И смотрим. Здесь, чтобы камень не гулял и не выскочил, здесь он еще закреплен вот в такую пластину какую-то. Видите? И пластинка, она сделана совершенно грубо. Еще какая-то... Вот у них все в Эльсэмоде какое-то все вот... Еще и она болтается, вот эта пластиночка. Все какой-то формы какие-то. Знаете, так это... Хотя все аккуратно. Нет никаких спаек, никаких стыков, никаких разрезов металла. Но в то же время как-то вот оно... Дизайн, дизайн какой-то. И вот эти края, вот эти вот, они довольно острые. Мне вот это не нравится, вот эти вот части. Кольцо смотрится... Кольцо размерная совпадает. Я брала семерку. Оно мне на средний палец очень хорошо. Вот. И посмотрим. Вот здесь вот шинка, конечно, не шинка, а вот это выступающий элемент. Он, конечно, слишком выступает. Ну, как-то вот простенько смотрится кольцо. Ну, до 100 рублей, конечно, ничего. Но по мне лучше заплатить 150 и взять предыдущую модель, которая вот вообще в разы красивее и эстетичнее. Все ссылки в описании вам оставлю. Следующее кольцо, вы его заметили у меня в магазине. Ходила я по магазину домовой. И у меня на указательном пальце было надето вот это прекрасное колечко. Цена его 100 рублей. Сделано, конечно, немножечко топорно. И я открыла спор, деньги мне вернули. Я вам сейчас буду показывать недостатки этого кольца. У него скол вот на вот этой части. Вот здесь вот видите камня. Скол камня плюс вот эта вот часть шинка, она неровная. Видите, какая она вся. Вот такая вот вся в зазубринках. Некрасивая. И с этой стороны тоже вся в зазубринках. И здесь даже вот такой шовчик есть. Я все это сфотографировала, но, естественно, мне вернули денюжки. Так что это колечко у меня как бы бесплатно. Спасибо, Алиэкспресс. Вот. Вот такое вот кольцо. Там есть, кстати, в белом металле есть белый камень. Разные оттенки. Посмотрите. Но я не уверена, что качество будет лучше. Потому что я даже фото пригляделась. Там, по-моему, все будут такие вот ребристые. При ближнем рассмотрении смотрится дешево. Хотя, вроде бы, нержавеющая сталь. Вроде бы покрытие. Покрытие неплохое. Но вот как-то вот оно, видите, с качеством самого украшения не очень. Хотя выглядит красиво. Из бюджетных украшений я нашла как-то вот в отзывах. Смотрела там одно кольцо. У девушки было вот такое кольцо. Я сделала скрин. Опять же, посмотрела по поискам, по фото. Смотрю на даже такое колечко. Стоит всего лишь 50, по-моему, с копеечками рублей. Я, естественно, все ссылки в описании вам оставлю. Это нержавеющая сталь. Это, опять же, покрытие. Есть в разных оттенках. Здесь вставочка вот такой вот камушек один. Он приклеен внутрь. Я думаю, когда-нибудь может вылететь кольцо. Довольно удобное. Я заказывала шестерку в размер, размер, размер. Нет, семерку, по-моему, да? Да, семерку я брала, извините. Да, размер совпадает. Все, мне нравится. Можно заказать в белом металле, в любом оттенке. Он такой простенький, но за 50 рублей мне очень даже понравился. Мне вообще понравилась такая простота. И мне так захотелось. Я очень обрадовалась, когда увидела за 50 рублей. Я его уже носила несколько раз. Как видите, царапки уже некоторые есть, но покрытие идеально. Носила, мыла руки, все, хожу вот прямо у лошади. Все мою, все делаю. Все чистящие средства, все вот это вот. Все, ничего не слезает, не зеленеет. Все прекрасно. Следующее украшение у меня фирмы Бот, Сари, Либорация. Я не помню, как так называется. В общем, такое неоднозначное впечатление о магазине. Вот эти два кольца. Это колечко стоит 200 рублей. Заявлено, что это нержавеющая сталь с ПВД-покрытием. Но у меня есть сомнения. Либо очень хорошо заделаны края. То есть, сомнения в том, что это нержавеющая сталь. Как-то не так она звенит, что ли? Не знаю. Как-то мягко кажется. Хотя, может быть. Может, они просто аккуратно запаивают вот эти вот краешки. Поэтому кажется, что это какая-то бижутерия. Но кольцо великолепное. Единственное, что оно мало мерит. Я заказала семерку. Хотела на средний палец. Оно заходит, но очень туго. Из-за того, что оно широкое. И вы смотрите, как классно бы смотрелось. Но из-за того, что оно широкое, тут мне надо бы побольше. Сейчас оно выходит, потому что на улице холодно. Но семерка мне подходит как шестерка. Вообще вот сюда удобно. Но здесь уже не так смотрится. Кольцо великолепное. Есть в разных оттенках металла. Носил его несколько раз. Не слезает покрытие. Все мне нравится. Цена, еще раз повторюсь, 200 рублей. Но маломерит. Ну, в общем, суперическое. Такое, как по ад Египет. Да, вот такое все. Такое прямо. И вот на вот этом пальчике может. Ой, ой. Все, не хочет сниматься. Видите, маломерит. Вот этом пальчике сейчас одену и снимать буду потом со скрипом. Видите, вообще круто смотрелось бы. Я думаю, может еще заказать такое. Ну, видите, вот это интернет, Алиэкспресс, да. Ну, даже не то, что Алиэкспресс, это интернет. Все заказываем по интернету. Можно ошибиться с размером, да. Вот оно кольцо. Мне нравится. Напишите, нравится вам колечко. Вообще такое прямо. Не люблю, где шинка вот здесь вот разделяется, когда, знаете, одноразмерное кольцо. Оно зацепляется. Это ничего не цепляет, но размер надо бы подбирать. Вообще такое, да. Мне нравится. Неплохое кольцо за 200 рублей. Очень неплохо. Но больше мне нравится вот это кольцо. Я вообще не снимаю, ношу. Оно стоит 250 рублей. Это же магазин. Это Басари или Барац. Уж не помню там как название. Я вам ссылку в описании, конечно же, оставлю. Опять же, тут заявлено, как нержавеющая сталь. Но смотрите, как оно... У меня уже соседи даже хихикают громко. Ближе к вечеру. Извините. Ничего не могу поделать. И смотрите, как в пайны камни. Прямо вот как настоящее ювелирное изделие. Дорогое, трендовое, да. И буква H. Это Каролина Рейра, да. Больше похоже. Или на что тут вообще? Под какой стиль тут сделано? Но кольцо великолепное. Оно есть в желтом металле. И вот эти немножко у меня загрязненные оно. И в белом. Я в белом себе закажу такое кольцо. Просто великолепно. Опять же, оно маломерит. Как видите, 17 размер мне вот сюда. Я тоже расстраиваюсь. Маломерит на размер. Заказывайте на размер больше. Почему? Потому что, опять же, шинка широкая. Кольцо вообще волшебное. Его ношу, не снимаю. Видите, мне даже здесь немножко запачкалось. Я все у лошади перепачкала. Ну вот, вам показываю, как есть. Ношу, ничего не слезает. Видите, даже вот видны царапины, да. Относки. Вот оно на любом кольце будет видны. Но покрытие не уходит. Сюда, конечно, я его натяну. Зимой, может быть, я и натяну. И буду носить даже на среднем пальце. Когда пальцы вообще тонкие-тонкие. Но мне, наверное, размер побольше надо. Но вот этот вот совсем побольше, да. Это вообще великолепно. Мне нравится. Прям как камни сделаны. Такое красивое. Я его так люблю. Это кольцо. И почему-то вот у него какой-то спокойный желтый цвет. Именно такой спокойный. Как-то ближе к натуральному. Или ощущение, что камни как-то так запаяны. И из-за этого ощущение, что это такое натуральное колечко. Прям вот из натурального золота. Прям вот люблю его. Обожаю. И форма, и камни. И все-все-все мне нравится. Мое любимое-любимое. Закажу себе еще такое в белом металле. К сожалению, только маломерец. Оказывалось, семерку на средний палец. Но лучше сидит на безымянном. Ну, неплохой магазин. Надо выбирать там украшения. Еще раз. 250 рублей колечко. И перейду я последнее вам покажу. Свои сережечки. А потом я вас кое-чем попрошу. Если вы заказаны на экспресс, дайте мне, пожалуйста, совет. Так, ну, последнее вам покажу. Серги трендовые, крутые. По-моему, чуть около 200 рублей они стоят. Опять же, это под бренд Boogary. Я не люблю пусеты. Это вот то, что с такой зажимчиком, да, что слетает из волос. Я люблю вот такие замки. Либо английский, либо такой, который наглухо закрыл. И как-то там не дергай волосы. Вот у нас дождь пошел. Все никуда не слетает. Мне очень нравится. Есть в разных оттенках металла. И в желтом, и в белом, и в розовом. Я взяла под вот это кольцо. Вот под это. Прямо красиво-красиво. И вообще очень красивый серги. Я их тоже несколько раз надевала. И вы даже в комментариях тоже их уже заметили. Написали мне, что это за сережка сверкает. И так что выбирайте в любом типе металла. Сейчас вам покажу. Вообще вот очень крутые серьги. Ну и смотрите. Все, что вам нравится. Магазин не помню. Но мне очень-очень нравится. Давайте здесь подведу итог. Из украшений. Это не понравилось. Это плохое. Это дешевое. Не плохое. Так симпатичное, допустим. Прямо влюбилась вот в это кольцо. Вот в это. И в эти серьги. Это под вопросом. Симпатично, но на золото не тянет. Так. На хорошую бижутерию. Вот эти три. Прямо вот любимки-любимки. И наверное я теперь буду стараться в каждом видео вам показывать. Вот все, что я вычислила. Напишите мне, что вы вычислили вот для себя. Из этих украшений. Что вам больше понравилось. Ну и жду вас в комментариях. Касаемо моих украшений. И может вы мне что-то еще посоветуете. Девчонки, а теперь личная просьба. Я как-то заказала себе бампер на телефон. Вот на этот. На который снимаю. И потом нашла другой поинтереснее. И сделала отмену заказа. Бампер стоил 100 рублей. Прямо вот сразу. Тут же там буквально 10 минут прошло. И мне заказ закрыли. И через дня 3-4 мне вернули деньги. 100 рублей на карту. Как бы продавец согласился отменить заказ. Все ля-ля-ля. И все такое. Вернулись мне денежки. И тут я так же поступила. Я нашла сережки. Двое серег. Мне они понравились. Я заплатила что-то около 600 рублей. По-моему за эти сереги. И потом обратила внимание. Нашла в другом магазине эти же сереги подешевле. И немножко поинтереснее. Я короче отменила тут же заказ. Но буквально там в течение 20 вот этих минут. Как заказала. Думаю ой ладно вернутся деньги снова. И заказала в другом магазине эти же сереги. То есть два комплекта серег. Да получается. И этот заказ я уже отменила. Сейчас скажу. Уже 15 дней прошло. Календарных дней. И продавец, там написано продавец согласился отменить заказ. Но деньги мне не вернулись. То есть как бы написано продавец обрабатывает заказ. Ля-ля-ля. Я написала продавцу о том, что пожалуйста верните мои деньги. Как-то там закройте его что ли. Хотя написано заказ закрыт. Продавец согласился отменить заказ. Но почему-то он обрабатывает этот заказ. Как-то и деньги не возвращаются ко мне. И я, написав продавцу, верните мне деньги, он написал, да, ждите там до 15 рабочих дней, что такое 10-15 рабочих дней, но денег мне пока нет. Рекомендуйте мне, посоветуйте, что вы делали в такой ситуации. Может мне попросить продавца тогда снова открыть заказ, и пусть придут еще серьги, чем я просто потеряю деньги. Алиэкспресс написать я не могу, потому что это не спор, и я не знаю, как эти деньги вытащить обратно. Напишите мне, пожалуйста, что бы вы сделали, если бы заказывали на Алиэкспресс, потому что, ну, жалко просто, жалко денег, не приходят они обратно ко мне, нету и нет. Сколько ждать-то? В общем, я вас буду держать в курсе касаемо, то если я получу деньги обратно, я вам расскажу. Если не получу, ну, когда-нибудь вам скажу, что я тут вот опять лоханулась. Честно, ну, теперь боюсь отменять заказы, видите, такая ситуация непонятна. И как Алиэкспресс написать, тоже непонятно, чтобы они вернули мне эти деньги. Я могу писать только продавцу, ну, в общем, пока неизвестно все. Жду вас в комментариях, ну, и на сегодня все. Желаю вам оставаться красивыми и счастливыми, покупать себе только красивые вещи, которые вас будут радовать. Всего вам самого хорошего, всех целую. Всем пока-пока.